Всем привет, друзья! В инстаграме я попросил вас задать мне интересные вопросы. Не такие вопросы, как сколько тебе лет, какой вес, рост и так далее. И вы задали довольно-таки интересные вопросы. Но на вопросы, можно ли 15-летнему подростку подкачаться, я, конечно же, отвечать не буду. Первый интересный вопрос, как накачать такие предплечья, как у тебя, а может и больше. Предплечья мои выглядят вот таким вот образом, и мне кажется, скоро они перегонят мои битки. Отвечаю на вопрос. Именно предплечья я никак абсолютно не качаю. То есть я не делаю никакие изоляционные упражнения на предплечья. Я делаю подтягивания с весом, делаю подтягивания без веса. Естественно, подтягивания с весом я варьирую. Делаю с большим весом, делаю с маленьким весом и так далее. В основном предплечья у меня растут из-за генетики. Это первое, да, потому что у меня очень хорошо развита генетика рук. И во-вторых, это потому что подтягивания очень хорошо укрепляют хват. Соответственно, предплечья. Когда зарубишься с Владе с паром рестлингу, ты уже предплечья подкачал. Прикол в том, что у меня предплечья были накачаны и тогда. Вот эти, короче, маневры, это жопные. Не дурцы. Но основная проблема это в том, что у меня слабые запястья. Получается, они всего лишь 14,7 сантиметров. Представьте, мне кажется, у ребенка больше. Вот. И Влад просто не за счет силы меня поборол, а он брал вот так. И руку мою вот так. Ну, то есть, брал мою кисть, да, ее вот так выворачивал, и из-за этого дикая боль была вот тут в запястье. И тупо из-за этого я сдавался. А мы потом просто поборолись с ним за счет силы, да, я ему говорю, типа, не выворачивай запястье мне, тогда нормально будет. Вот. Он не стал выворачивать, и тогда я его поборол тупо за счет силы. А когда, да, выворачивают, это больно, и сдаешься. В этом причина. Сколько сейчас подтягиваешься? Короче, в начале июня уже, летом, да, будут соревнования снова в Эстонии по стритлифтингу. И я буду участвовать, и нужно опять первое место, конечно же, занять. Вот. И сейчас я потихонечку готовлюсь, сейчас я по бодибилдингу к соревнованиям готовлюсь, а вот немножко попозже, после бодибилдинга, буду готовиться по стритлифтингу к соревнованиям. И вот на последние тренировки я подтянулся с 24 килограммами 18 раз. То есть, получается, это, конечно, быстрые подтягивания, не такие, как на соревнованиях. На соревнованиях хотят, чтобы ты подтягивался прям с задержкой вот так, и внизу задержка. Ну, короче, жестко очень. А если быстрее подтягиваться, то где-то 17-18 раз. Какой процент жира? Последний раз, когда я взвешивался на таких специальных весах, они где-то 6000 евро стоят, ну, вроде качественные весы, они показали, что у меня 6% жира. То есть, смотрите, у меня есть вот такая тема, да, что у меня вот такая прослойка, но мне кажется, это не жир, это просто вода. И желательно, конечно, перед соревнованиями по бодибилдингу ее слить. Но я не знаю, сливать или нет, потому что, когда сольешь воду, то потеряется, естественно, объем. Я не буду таким, ну, подкачанным выглядеть, я буду таким сухим, как вобла какая-то. Не думал сменить направление контента, например, простые влоги, либо что-то другое. На самом деле, знаете, какая идея есть, знаете, там, блин, я забыл, как чувака в Америке зовут, он подкатывает к телочкам, там, позирует перед ними и все такое. Это набирает там по 4-5 миллионов просмотров. Вот, я думаю, можно попробовать летом такое сделать, либо на пляже, либо где-то там на улице, около магазинов, просто к телочкам подкатывать, к девушкам, ладно. И просто позировать и, типа, сказать им, оцените форму, у меня скоро соревнования по бодибилдингу, оцените форму. Ну, что-нибудь такое, если вам такая идея нравится, то напишите об этом в комментариях, и мы сделаем. Самые эффективные упражнения на пояснице? Ну, это стандарт, это гиперэкстензия, это становая тяга и это упражнение «Доброе утро». Если не знаете, посмотрите в интернете, что это такое. Как сдал экзамен в девятом классе? В принципе, все экзамены я хорошо сдал, более-менее, да, никаких там плохих оценок не было. Но у меня не только 9 классов, у меня 12 классов, потому что я живу в Эстонии. У нас 12 классов. В 12 классе тоже я неплохо сдал и поступил в универ на учителя английского. В течение дня нужно пить 2 литра воды или можно чай, компот и минералку, как правильно? На самом деле нужно пить чистой воды 2-3 литра в день, потому что в чае, в компоте содержатся разные, там даже калории содержатся. В чае есть калории, там 1 или 2 калории, а в компоте подавно. Поэтому нужно пить чистую воду. Именно это будет убирать шлаки из организма, будет промывать и насыщать вас полезными элементами, которые находятся в воде. При покупке программы вы куда ее отправляете? Видимо, речь идет о программах с сайта archomorris.com. Программу ты покупаешь, и она сразу же отправляется тебе на почту моментально. Яке спортивнее харчувание лучше для того, чтобы сменщить процент жира в СОБИ. Как я понял, это что нужно кушать, чтобы уменьшить процент жира в организме. Естественно, нужно прибегнуть к белковой диете, есть больше белков и не углеводов, сократить по максимуму углеводы и кушать больше белка, ну и, конечно же, заниматься спортом. Ситуация, когда тебе реально стало дико стыдно. На самом деле, такая тема была в школе, что один чувак, ну, одноклассник кидал в меня ручку. Он два раза, ну, один раз кинул мне ручку, попал мне в лоб, что-то такое. Ну, мы там сидели на уроке, вот. Потом второй раз кинул ручку, опять мне куда-то попал. Я прям разозлился и на уроке подошел к нему, взял его вот так за ремень у штанов и за шкирку. И вот так херанул его в елку, он полетел в эту елку, там что-то елка упала, игрушки разбились. Ну, училка, естественно, в классе сидела. Она такая подбежала. А, это игрушки моей мамы, которая умерла. Вот, типа, и стыдно стало. Братан спрашивает, грудь сечется? Я на самом деле не знаю, не пробовал. Давайте, давайте посмотрим. Ну, такое себе прям чуть-чуть может быть, но не особо. Как это быть популярным? На самом деле, я вообще себя не ощущаю популярным, скорее всего, потому что я не популярный. Вот. Нормально ответил, да? Ну, вот и все, друзья. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Если хотите вторую часть, потому что вопросов еще много, а ролики длинные получаются. И вы их просто не смотрите, если они 20-минутные. Поэтому, если вы хотите вторую часть, то обязательно ставьте лайк, пишите какой-нибудь комментарий, задавайте вопросы в комментах. И увидимся в следующем выпуске. Пока!